Рады видеть. Вот где ты спрятался. Привет. Рады видеть. Оказывается, ты на самый дальний-дальний восток взлетел. Главный форпост России. Но мы построили станцию. Ну, я скажу, что трудились вместе 6 лет мы. Да, я знаю. И с вами закладывали. Я поэтому и говорю, что все сделали, как задумывалось. Спасибо. Очень рады. Крепкое рукопожатие осталось у вас, как прежде. Ну, а куда деваться? Антон Зайцев, Грути Василия. Моя команда. По плану я должен тебе официально поблагодарить. Спасибо. Чтобы ты знал, это человек, с которым мы станцию начинали строить. Я в курсе, да. Валер, это тебе на всякий случай где-нибудь повесить. Спасибо, да. На самое почетное место. Пробуй носить. Хорошо. Часы, говорят, неплохие. С удовольствием. Да. Спасибо. Это тебе, Цветы. Уважаемый Валерий Игоревич, я от души рад вас сегодня приветствовать. Вы больше, чем наш человек, поскольку даже вы не представляете, что мы тогда с вами задумали, когда решили построить атомную станцию. И, как видите, я не забыл, что вы при всем присутствовали. Наша первая личная встреча вот в таком плане, но вы у нас очень, как я уже сказал, очень-очень известный человек. В качестве руководителя Нижегородского атомоэнергопроекта выкурировали работы по подготовке и возведению первого энергоблока белорусской атомной станции. Станция получилась хорошая, работает без проблем. Бывший руководитель на конечной стадии этого проекта, ныне вице-премьер только что у меня был, вместе с Мантуровым, у него спрашивал, ну как станция без проблем работает. Получилась неплохая станция, поэтому мы сегодня уже думаем о том, что нам делать со второй атомной станцией, строить ее, не строить. Я думаю, за электричеством будущее, особенно за атомной энергией. Поэтому мы серьезно задумались над строительством второй атомной станции. Поэтому я еще раз благодарю вас за тот вклад, который вы внесли в строительство этого стратегического инвестиционного проекта в Беларуси. Сегодня вы приехали уже к нам в качестве руководителя большого, интересного и очень родного для нас региона Российской Федерации. Хоть далекий, но родной. В целом, вклад дальневосточных регионов в общую копилку нашей торговли Беларуси и России меньше процента или примерно 350 миллионов долларов. Меньше процента, но объемы колоссальные. В сути, 350 миллионов долларов на такое расстояние – это приличный объем. «Конечно, с учетом наших возможностей это мало. И я думаю, что в результате вашей работы в Беларуси и переговоров, которые здесь состоятся, мы выйдем на более серьезное сотрудничество. Я могу просто назвать некоторые направления. Только что обсуждали проблему импортозамещения. Нам надо быть независимыми по всем направлениям. Нам надо сделать так, чтобы не к нам везли разного рода товары, а от нас увозили и приезжали сюда, в Россию, в Беларусь, просили, чтобы мы им произвели те или иные товары. Мы очень многое сделали. Россия наши совместные проекты кредитует, помогает кредитными ресурсами. Более того, мы больше сейчас имеем проектов, чем планировались. И вот с Денисом Антаровым мы как раз говорили об этом. Совместные проекты. Начиная от производства микроэлектроники и заканчивая самолетостроением. Мы будем строить в Беларуси Освей самолет, который в перспективе будет очень востребован. Он сегодня очень востребован в Российской Федерации. А для нас это новые горизонты, это новые компетенции самолетостроения. И так по всем направлениям мы должны быть независимы в экономике. И думаю, что за следующую пятилетку, если, конечно, нас будут вот так давить, мы выйдем на практически полное импортозамещение. Если давления не будет, можем расслабиться. Поэтому все эти санкции, знаете, они и время возможности. Мы очень готовы с вами посотрудничать в плане инноваций, экологичного транспорта. Я знаю, что вы проводите эксперимент по созданию углеродной нейтральности. И первый в мире автомобиль большегрузный БелАЗ будет работать, эксплуатироваться на водородном топливе. Мы также очень много делаем в плане экологичного транспорта. Переводим на электротранспорт, пассажирский транспорт. Мы уже два маршрута определили от Минска до Жодина и от Могилева до Шклова. Это по 40-50 километров без дозаправки будут ходить электрические автобусы. Если у вас есть желание, мы можем поработать и у вас, и нашу технику поставить туда к вам и в этом плане поработать. Транспортная логистика и строительство, вы это знаете, мы кое-что можем в этом плане, поэтому готовы с вами работать в вашем проекте по созданию международного транспорта, логистического хаба за счет модернизации Корсаковского морского торгового порта и строительства заводов по переработке рыбной продукции. Вообще по рыбе у нас, я бы сказал, по потреблению очень серьезная ситуация. Я, Владимир Владимирович, просил, чтобы нам выделили квоты для вылова рыбы и переработки. Спасибо, выделили. Аж на 10 лет вперед. В Витебской области, по-моему, мы построим соответствующий завод по переработке. Но имея у России такие рыбные ресурсы, Россия не выбирает полностью, но вот нам выделена квота, мы будем добывать вместе с вами и перерабатывать эту рыбу. Сельское хозяйство и продовольствие. Пожалуйста, если у вас будут какие-то пожелания в этом плане, мы готовы также с вами работать. И многие другие проблемы, которые вы увидите, обсудите. Может быть, заранее какой-то интерес есть к какой-то проблеме, которую мы умеем решать в Беларуси. Вы знаете, что вы нам люди не чужие. Еще во времена Кожемяка мы работали в Сахалине и кое-что сделали. Поэтому расстояние здесь не имеет никакого значения. Будем с вами в сотрудничестве работать. Еще раз, Валерий Григорьевич, благодарен вам за все то, что вы сделали для Беларуси. И уверен, что мы еще немало вместе с вами сделаем. Большое спасибо, Александр Григорьевич. Очень трогательно было, когда я услышал ваше слово благодарности и получил официальную благодарность вашу. Напомню вам, что когда мы впервые встретились, и был такой мужской разговор у нас на тему строительства атомной станции, когда еще, собственно говоря, не было ни одного кирпича, не лежало ни в фундаменте, ни в стене. Мы обещали, ну, россияне обещали построить самую эффективную, самую безопасную атомную станцию по самой низкой цене. Ну, тогда было много разговоров на эту тему. Кто-то иронично об этом говорил, кто-то воспринимал это как суперзадачу, стиснув зубу, которую нужно сделать, а в итоге так и получилось. Поэтому, принимая поздравления, значит, в связи с этим, хочу сказать, что слово россияне сдержали, и я, честно говоря, мне очень приятно, что мы в этом помним с вами. И в будущем еще, Бог даст, что-то хорошее вместе сделаем, и я буду тоже, дай Бог, причастен к этому. Значит, в разных сферах. Я сразу хочу сказать о том, что у нас с 2015 года действуют официальные соглашения. В этом году мы подписали на трехлетку очередные задачи. Хотел обратить просто внимание, где мы трудимся, в каких направлениях. Но это, в первую очередь, это мы закупаем технику у вас. Значит, техника, которую производит Минский тракторный завод, компания «Амкадор», мы покупаем автобусы МАЗ, вот буквально недавно сотню автобусов мы купили. А вообще, я решил посчитать, сколько мы купили техники за 9 лет сотрудничества с 2015 года. И выяснилось, что 900 единиц. Поэтому, когда называются показатели товарооборота, то они не отражают объективные картины, потому что мы покупаем всю эту технику не только напрямую через таможенные посты, но и покупаем у тех, кто приобретает эту технику у вас, находясь, например, в Москве или в Смоленске. Поэтому, если мы покупаем такое количество техники, мы будем и продолжать покупать. И для этого есть определенные основания, о которых я сейчас очень коротко доложу. Значит, вы уже заметили, что с БелАЗом мы хотим построить эксперимент, чтобы на водородных элементах работал БелАЗ уже в карьере, в практической среде. И у нас есть угольный разрез, где, собственно говоря, идет добыча, и планы увеличить добычу в полтора-два раза. И, конечно же, если у нас получится этот эксперимент, там сейчас работает 150 машин, понятно, что это серьезная большая программа. Ну и кроме того, если Россия с Беларусью в условиях санкции сумеют сделать такой суперпроект, который будет работать на водороде, это будет большой прорыв и серьезный технологический. Потому что за водородом будущее.